Всем привет! Пол Эйкерс, день 8 в Казахстане. Сегодня мы увидим дорожное строительство. И мы увидим, как идет укладка асфальта. И главная вещь, которую мы будем сегодня следить, это вариативность. Мы не хотим, чтобы машины останавливались, мы хотим, чтобы был поток. За то время, пока мы были на проекте, работа останавливалась 6 раз. Мы стали страшить почему? Потому что работа грузовиков не была отлажена. Грузовик недостаточно быстро отъезжал, чтобы следующий грузовик мог подъехать и начать загрузку асфальта в машину. Машины приходилось остановиться, потом ей приходилось заново настраиваться, чтобы обратно пойти. Мы спросили себя, как мы можем это изменить. Мы реорганизовали то, как грузовики им сменяются. Мы сказали водителям, что мы от них хотим. И мы добились сокращения времени пересменки с 5 минут до 1 минут. Просто за счет того, что мы реорганизовали работу грузовиков. Также мы показали людям, сколько техники у них простаивает. Эта техника – это 2 миллиона долларов. У нас сейчас идеальная погода, и в эту погоду все должны работать. Когда у нас хорошая погода, машина никогда не должна останавливаться. То есть, если объяснять людям эти процессы, они все понимают. Дальше мы заметили, что получился дефект. Мы стали спрашивать, почему? Оказалось, что смесь плохая. Мы стали дальше узнавать, почему? Оказалось, что проблема идет к асфальтно-бетонному заводу. То есть, мы учим людей доходить до источника проблем с помощью пяти. Почему? Избавляться от потерь. Избавляться от вариативности, которая создает все вот эти потери и рушит поток. Все должно течь как в потоке. И все, что нужно было, это только сказать водителям, что мы от них хотим, чтобы они максимально быстро могли сменять друг друга. То есть, как вы видите, у нас все организовано. Следующий грузовик готов заехать, как только предыдущий грузовик уедет. Все должны работать. У нас должен быть стопроцентный поток. Все должны работать, никто не должен стоять. Дулат собирает свою команду и объясняет им, нам нужен поток. Мы не можем позволить, чтобы люди сидели и ждали просто. Мы должны думать о дефектах. Мы должны думать, что вызывает проблемы, что вызывает остановку нашего потока. Смотрите, материал, вы можете выбраться на обочину. Это очень дорогой материал, и все равно мы просто от него избавляемся. Это абсолютно неприемлемо. Ваше богатство скрыто в ваших потерях. Смотрите на весь этот асфальт, который сбрасывается на обочину. Смотрите на грузовики, которые простаивают и ждут своей очереди. Асфальтоукладчик наш стоит. Повторяю, ваше богатство скрыто в ваших потерях. А затем я попросил Алихана моего переводчика рассказать свои впечатления об увиденном. Ваше богатство скрыто в ваших потерях. Ваше богатство скрыто в ваших потерях. Другой проблемой является то, что в Казахстане очень маленькое окно хорошей погоды, в котором можно работать. И сейчас хорошая погода, но мы не работаем и неэффективно используем это время. В зимнее время я гораздо предпочел бы пить кофе со своей женой, чем работать в этом месте. Но поскольку мы так неэффективно работаем летом, нам придется работать и зимой. Мы вообще сумасшедшие или как? По дороге на следующий объект мы увидели объект наших конкурентов. У них ситуация еще хуже, все оборудование стоит. Нам нужно только молиться, что они не узнают Алин. Дальше мы увидели, как геотезисты придумали способ выравнивать свои колышки. До этого они били просто их молотком от деревянный брусок, но теперь они придумали специальное устройство, которое делает процесс гораздо легче. И его легко переносить, они могут его загрузить в машину и переместить на другой участок. А еще посмотрите устройства, как они можно выдергивать колышки из земли. До этого, когда они выдергивали колышки, они гнулись. А сейчас они вытаскивают, и они ровные. И теперь даже им выравнивать не нужно, потому что все и так ровно. А это канат, он нам покажет в лаборатории, где он проводит все тестирование своего асфальта. Он настоящий лин-маньяк. Смотрите, как он все организовал. Все детали очерчены, все на своих местах, все очень четко, все детали он учел. Такую хорошую работу проделал канат. Я спросил, насколько увеличилась его производительность, он сказал, в два раза. И он показал еще фотографии мне со своего айфона, что было до. Это просто ужасно. И вот смотрите, сколько улучшений он сделал. А затем я спросил, канат, ты бы согласился вернуться к тому, как у тебя было раньше? И посмотрите, какая у него улыбка будет в ответ. Вот эту улыбку лин дает людям. А потом мы заехали в цех геодезистов и повстречали Мейрамбек. И он проделал невероятную работу. Смотрите, все его рулетки размещены по местам, по размерам. Все молотки тоже организованы хорошо. Три ноги для нивелиров организованы. Я спросил, это увеличилось ли твою производительность? И он сказал, о боже, просто невероятно. В два раза, может быть, точно. Смотрите, все по размерам, все по диаметрам. Он все свои колышки организовал в группы по 10 штук, чтобы их легко считать. Это намного быстрее и намного легче. Это просто практически большая радость работать в таком организованном помещении. И рулетки, и специальная лента, все организованы, и даже каски. Затем попросил Дулата, генерального директора компании, сказать несколько слов. Он очень поддерживает внедрение ЛИН, и его поддержка имеет очень большое значение для сотрудников. Смотрите, что он сказал. Он сказал, что вы делаете это для меня? Нет, вы делаете это для себя, потому что это делает ваша работа легче. Это улучшает вашу жизнь и качество, что вы делаете каждый день. Это самое интересное, что Дулат totally понимает. И потом я спросил Дулат, что это ЛИН? Я спросил, что он думает, что он думает ЛИН? И он сказал, что ЛИНа является вашим парнем, не вашим врагом. Это здесь для того, чтобы помочь нам делать нашим работой эффективно. И он сказал, что генеральный директор понимает на этом уровне, и это важно для людей. Это интересное, это трансформация, это именно для того, чтобы мы двигаемся. Когда люди на уровне и на всех уровнях получают это, если вы соревновательный директор или генеральный директор, ЛИНа важно. Далее мы посетили цех электриков, и здесь мы увидели улучшения, связанные с тем, как проверять стартера. Этот парень придумал очень простой метод, очень легко отсоединяется, очень легко присоединяется, все видно, и даже на месте мы там придумали несколько улучшений, как это еще можно улучшить. Дулат был абсолютно доволен. Далее у нас по плану был мастер-класс, я дал мастер-класс для всей команды. Мы подписали книги, сделали фотографии, все остались довольны. Очень хорошие люди, очень много улучшений. Дулат в конце сделал заключительную речь. Но помните, мы не можем позволить технике простаивать, это вот главная вещь на сегодня. Очень хорошая команда, очень много классных улучшений, но мы должны помнить, что когда погода позволяет, мы должны работать на стопроцентную загрузку. Никто не должен простаивать. Очередной продуктивный день, повстречал очень много замечательных людей, в конце закончилось таким потрясающим ужином. Много традиционной казахской еды, и конечно же очень много рыбы, очень вкусно и очень полезно, прямо как я и люблю. День 8, Казахстан. Вау, что путешествие!